вы слушаете детектор криптовалют всем привет за это время мы так и не поговорили о партнере клуба кстати он созвучен по названию и родом из таиланда многие из вас знают что есть такая монета happy coin или коротко хпс да вот сегодня о ней казалось бы ничего удивительного обычная монета которая не хватает звезд неба и которая не торгуется на крупнейших биржах но может быть в этом ее плюс для того чтобы разобраться я пригласил одного из основателей happy coin club олега гордышева но это будет чуть позже для начала несколько фактов создана монета была в марте 2017 года человеком по имени а вот тут сложно будет под чап хуми ведью корт вану пуек как-то так надеюсь я никого не обидел не самое звучное имя для русского языка создана монета на основе биткойна и пипикойна у нее есть как пов так и пос пов на алгоритме x11 пос хитры добывается на транзакцию каждые 30 дней из расчета 5 процентов годовых хитрость в том что кошелек свой не обязательно держать всегда онлайн например вы перечислили себе на кошелек какую-то сумму хпк там скачали блокчейн если надо но как всегда и выключили вспомнили про это дело через месяц запустили кошелек у вас синхронизировался блокчейн и обычно в течение часа полутора сотрела транзакция то есть вы нашли блок и вам с вашей суммы начисляется примерно 0 42 процента то есть ваша награда следующий отчет пойдет после того как будет произведена транзакция вам на кошелек более подробно написано на сайтах как у нас так и у тайцев или спрашивайте в telegram чатах еще немного хочу сказать про ноды как нам говорит coin exchange и сейчас чуть более 6000 но они правда не активны и активных по наблюдениям всего около ста ну что уже неплохой опыт там есть франция таиланд россия сша и многие другие страны так вот а что же мы имеем по распространению монеты ее принятию открываю карту покрытия на тайском сайте happy coin и вижу что в основном это конечно же но есть еще в лаосе это соседняя страна и там удобно и гордостоящая точка в москве россия а где применяется да везде начинает продажа каких-то сексуаров типа интернет-магазина заканчивая барбершопами так а теперь предоставим слово олегу хватит меня слушать завязываем расскажи пожалуйста как вы запартнерились с монетой happy coin как это произошло какие проекты у вас были в каком году запартнерились и вообще как так получилось это был ноябрь 17 мы мониторили рынок и знаешь когда смотришь вот особенно на coin market как есть такой раздел там которые больше всего выросли которые больше всего потеряли да да какой-то момент там просто начала выскакивать happy coin и мы друг на друга так просто посмотрели может кто-то тихую создал монету и там где-то и у панки но ничего такого это казалось тайская монета какая-то причем не токен а именно собственно блокчейном форк битка но и все понаблюдали понаблюдали потом они выиграли какой-то конкурс на добавление там на местную биржу хотя биржи сейчас уже нет но тогда она была достаточно крупной начали писать спрашивать а возможно сотрудничать на фоне того что у нас совпадают название то есть это вы их нашли как я понимаю да 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 это мы их нашли предложили они не отказались обрадовались познакомились поговорили сошлись во взглядах послушали видение развитие как то все сошлось и начали посвящать новости этой монеты новости на самом деле немного было да и сейчас не очень много тут просто нет никаких технологических каких-то новшеств на которых можно выезжать очень сильно на чем можно пампится или еще что-то делать там все тихо гладко было в общем том что они идут по стране там в основном банкок был раньше и просто предлагают людям принимать а но ты говоришь одной стороны что нет каких-то больших прорывных технологических событий еще других событий но в то же время если открыть карту их на сайте по распространению где принимается непосредственно монета то это достаточно большая такая территория много магазинчиков много там кита парикмахерские закусочные что угодно то есть они развиваются достаточно продуктивны я про это и говорю что здесь нет никаких марк контрактов тысяч транзакций в секунду там еще какой-то ерунды блокчейн для чего-то непонятно все просто это старт пор битка плюс добавлен алгоритм пост майнинга я тебе говорю они идут в люди расширяются сеть принятия можно с нулевой комиссии ставить перевод я неоднократно проверял сеть создана для людей поэтому мы собственно и начали но забегая немножко наперед планируется ли что-то у монеты на девятнадцатый год да там много чего планируется сейчас в общем то все планы немножко выбились из строя там несколько подорожной карте не успевают они тут дело в том что была самой крупной биржей убит по объемам торгов и ну в общем то все на ней торговали а биржа сделал очень интересную штуку там если посмотреть на график сначала с августа месяца был рост хороший потом биржа просто закрывает обслуживание монеты обслуживание кошелька и все а в людей там просто но десятки тысяч монет том числе и у разработчиков было несколько случаев когда на бирже просто взламывались аккауты с большим количеством пруфов там таких конкретных нет но все сходится на то что убит просто взял и сделал то что сделал прочую всех это вызвало такую немножко стагнацию там курса и что это ослабление но они потом перешли вот на coin exchange была и сейчас на тайской бирже нормальные объемы на самом деле но там ведь хоть не торгуется там только к тайскому бату поводу регистрации на бирже там есть какие-то проблемы на тайской для граждан россии было ну и снг что нет никаких проблем регистрируешься как обычно там верификацию нужно пойти отправляешь фотографию скрины все как обычно вот а по поводу планов на 2019 то есть сейчас создается фонд и coin foundation все планируют создавать именно сообщества привлекать разработчиков расширять принятие и как бы уходить от дел то есть создать сообщество чтобы он не был как водитель от этого планируется уйти потому что монеты не было разработчиков а было сообщество разработчик насколько я понимаю там в планах на 18 год то что было не реализовано это создание мобильных кошельков то есть для андроида насколько я знаю есть кошелек а для иос еще не разработали на 17 вот это не успели что еще хотели но не успели для иос есть кошелек но он не родной там другая фирма и сейчас они заключили там прошлом месяце по моему местной там тайской какой-то компании и вот они целенаправленно для разработки кошелька обновленного но сейчас на кошельке получается нельзя посетить да тебе нужно обязательно устанавливать на клиента компьютер но сейчас мне кажется они должны позволить людям после просто на телефоне чтобы это максимально бы просто удобно смотри был же не так давно достаточно большой рост когда два плюс доллара можно было смело продавать как отнеслась команда к этому явлению как отнеслась команда к этому росту то есть что способствовало этому росту это во первых и что команда разработчики делают для устойчивого роста в будущем потому что цена сейчас опять опустилась там чуть ли не в 10 раз ниже чем максимальные показатели которые были вот там буквально не так давно что команда делает чтобы был устойчивый рост команда расширяет по обществу привлекает людей которые заинтересованы в использовании монет то есть именно в использовании не спекуляциях на бирже а именно принятие в торговых точках покушать и платить купить там обучение даже в кадетской школе такие вещи то есть упор делается именно на использование то есть потребность людей в этой монете чтобы монета не была спекулятивная потому что рано или поздно деньги закончить все это пройдет а когда есть реальное использование это гораздо эффективнее хоть не так быстро но эффективнее как отнеслась команда к тому что был такой рост там интересный момент мне написал сила и просил по лошадях ну как у вас ваше сообщество довольно ценно но он просто раньше говорил что в октябре по-моему или в сентябре даже но рост мэтт чать афишировали то есть но этого никто не скрывает но тоже к этому было нужно осторожно относиться поэтому могло и не вырасти ничего но он просто говорил что возможен рост до доллара да вот он вырос там до двух чем сейчас 30 цен целом это все что хотели рассказать как и говорил более подробную историю и инструкции по применению вы найдете на наших сайтах и в наших чатах а я с вами прощаюсь всем пока